Райдерс, рэди! Танчем! Последние выходы из калиток в этом сезоне. Заключительный этап Кубка России по сноуборд-кроссу принимает ямальская земля. Трасса сложная, есть элементы, которые давно не встречались на соревнованиях. Две пирамиды так называемые, то есть спортсмены заезжают на трамплин сбоку и приземляются почти на кант. Спортсмены это оценили. Сложная, первая стартовая секция с большими вылетами и ютангами. До финала дошли представители 10 регионов и разных возрастов. Между самым взрослым и молодым райдером разница в 20 лет. Но на дистанции главная техника и скорость, к сожалению, не обошлось без падений. Длина трассы полкилометра. На всей протяженности стоят судьи. Спортсменам же нужно бороться не только с собой и склоном, но и, конечно, с соперниками. А на финише все способы хороши. Когда понимаешь, что идет борьба просто на сантиметре и даже миллиметры, есть такой прием – это выбрасывание доски вперед. Потому что у нас в сноубордкроссе считается финиш по любой части тела. Доска тоже входит. В итоге Александр Атылин попал на пьедестал. А после награждения победителей четвертого этапа кубка расслабляться рано. На следующий день – командные гонки. Сначала трассу проезжают парни. Чем быстрее они финишируют, тем раньше калитки откроют девушкам. Эмоциональные, но суеверные спортсмены не хотели разговаривать с журналистами, чтобы не спугнуть удачу. Но с гостем соревнования пообщаться были рады. Дмитрий Артюхов подогрел интерес экстремалов к следующему сезону. Обсуждаем с коллегами, как к следующему сезону модернизироваться, улучшиться, чтобы эта площадка уже родная стала тоже более комфортной для всех. Обязательно будем это развивать. Я еще раз благодарю всех спортсменов за интересные соревнования. Вы подарили нам очень такие яркие эмоции. Наблюдайте, это было на самом деле здорово и на очень высоком уровне. Всем успехов, занимайтесь спортом. По итогам всех этапов Кубка России в смешанной группе выиграла команда Арсений Томин и Александра Паршина. В индивидуальной гонке среди девушек сильнейшей стала Анастасия Привалова, а среди мужчин первое место разделили Арсений Томин и Александр Атылин. Некоторые спортсмены потратят выигранные деньги на отдых в теплых странах перед новым сезоном. Мария Савельева, Дмитрий Нагибин. Программа «Время» Ямала. Лабытнанге.